всем огромный привет я рада видеть каждого из вас у себя в гостях на канале я не знаю знакомы вы с фи хуа или нет если не знакомы никогда не пробовали рекомендую вам обязательно купить и попробовать так как этот плод не только вкусный но еще и чрезвычайно полезный в нем содержится и огромное количество витамина c она богата фалатами то есть фолиевой кислотой которая играет важную роль формирование клеток крови и предотвращение они не также в ней очень высокое содержание йода большое количество витамина b6 калия и разных других полезных витаминов и питательных веществ полезные для сердечно-сосудистой системы полезны и для нервной помогает восстанавливать и повышать иммунитет помогает бороться с болезнями полезно беременным так как содержит много фолиевой кислоты очень полезно для пищеварительной системой так как содержит высокое количество клетчатки ну я думаю кто заинтересовался кому будет интересно всю информацию без труда можно найти в интернете это я вам так вкратце рассказала конечно есть и противопоказания почитайте кого заинтересует но могу сказать что буквально один-два плода в день будет большой поддержкой для вашего организма в зимнее и осеннее время и что я обычно делаю можно кушать его просто так кожура у него правда достаточно жестковатая то есть есть ее не особо приятно просто так поэтому обычно фейхоа разрезают пополам и достают уже сердцевинку ложечкой и еще фейхоа должно быть зеленого цвета без темных пятен а сердцевина должна быть светлой если у вас сердцевина темная то такое фейхоа есть не рекомендуют я обычно плод использует целиком так как и в кожуре содержится высокое количество и витаминов и других питательных веществ обрезаю просто хвостики с обеих сторон но иногда достаточно только с одной со второй хвостиков нету и затем перекручиваю целиком на электромясорубке и ставлю самую маленькую насадку для того чтобы смесь получилась более однородной по вкусу кстати вот кто не пробовал лично мне напоминает землянику и сам вкус кисло-сладкий можно к также варить компоты можно варить варенье делать наливки настойки но я обычно заготавливаю вот только так сейчас на рынках еще продается поэтому я думаю кто захочет успеет как раз купить и так как здесь высокое содержание витамина c и йода то фейхоа после того когда его перекручиваешь начинает быстро темнеть поэтому я это нейтрализую добавлением сока половинки лимона ну я беру обычно пропорции на глаз и по своему вкусу затем уже добавляю мед мед и добавляю не очень мало и не очень много сильно сладкая мы не любим поэтому я добавляю так чтобы было приятно кушать и затем буду уже раскладывать в чистые стеклянные банки баночки причем я выбираю не сильно большие для того чтобы ну не долго она стояла и затем буду хранить уже вдоль задней стенки холодильника можно кушать и намазывая на тост можно просто в прикуску с чаем кофе можно кушать в качестве лекарства по пару чайных ложек в день можно также вместе с творогом запеканкой с блинчиками попробуйте я надеюсь вам понравится а самое главное что это очень очень полезно кстати если вы заготавливаете что-нибудь из фейхоа делитесь в комментариях своими рецептами мне будет интересно узнать что-то новое и попробовать потому что повторюсь что вот никогда ничего другого я с неё не делала